Всем здарова, друзья! С вами Мамонт! У каждого игрока есть такие моменты, которые мешают наслаждаться игровым процессом в Standoff 2. Так что в этом видео мы поговорим о проблемах, которые нужно пофиксить в Standoff 2 с обновлением 0.16.0. Братан, давай теперь честно. Хочешь ли ты себе такой нож? Напиши в комментариях, хочу керамбить скрэч или нет. Ну, мне будет интересно узнать, хочешь ли ты вот такой бесплатно нож себе в инвентарь. И слушай, после того, как ты напишешь комментарий, можешь уже начинать искать этот керамбит в этом видео. Точнее промокод на этот керамбит. Разработчики периодично мне выдают промокоды, которые я вставляю в свои видео, прячу, и кто первый найдет, тот и активирует и получит себе в инвентарь нож. В этом видео я спрячу промокод очень сложно, поэтому его будет почти невозможно найти, но тот, кто найдет, получит свой прекрасный керамбит скрэч. Братан, в этом видео будет 3 пункта. Если ты реальный фанат стендов 2, если тебе интересно играть и получать какую-то новую информацию от ютуберов, смотри это видео до конца. Потому что этот ролик реально полезен, и он тебе пригодится, я думаю. Ребята, итак, первая проблема. Это преимущество айпадеров и пкшников. Во-первых, у айпадеров 120 фпс, плюс широкий экран. У пк тоже самое. Так еще и на пк можно играть всем пальцев, приседать, стрелять, двигать, менять оружие, все отдельными пальцами. И это очень легко делать, всего лишь нажав на кнопочку. Поэтому нужно как-то разделить отдельные сервера, что ли сделать, я не знаю, но это не честно. Мне, например, очень нравится, когда выходит новое обновление на андроид первее, чем на айфоны, точнее на ios. И тогда мы все, кто играет на андроидах, мы можем играть спокойно, без айпадеров и тащить в матчмейкинге. Но на самом деле тут все намного хуже. У ребят есть телефоны 120 фпс. Андроид, телефоны. То есть, айос уже как бы не проблема для игроков с андроида, потому что у андроида тоже появился 120 фпс. Но не у большинства. Поэтому, когда появляется противник со 120 фпс, ты со своими 60 просто никто. У человека, у которого 120 фпс огромнейшее преимущество. И я могу с любым человеком поспорить, который это отрицает. Так как у меня есть телефон 120 фпс, даже 145. И это огромнейшая разница по сравнению с 60. Чувствительность, наводка, аим, реакция, все увеличивается. Со 120 фпс, как будто ты становишься другим игроком, лучшим киберспортсменом мира. Так что, к сожалению, эту первую проблему никто никогда не пофиксит и не изменит. Дисбаланс в стенд оф 2 всегда будет присутствовать. И это очень печально. То есть, в стенд офе постоянно будут игроки, которые смогут играть лучше вас. Потому что у них просто больше фпс, больше денег, чтобы купить нормальный девайс. Поэтому, вот так вот, к сожалению, если у вас старый слабый телефон, вы просто уже никто. Именно в стенд оф 2. Так как у вас нет светлого будущего в киберспорте. Но все-таки, если вам каким-то образом удастся накопить деньги и купить себе нормальное устройство, у вас все впереди. Желаю удачи. Второй пункт. Читы. Это самая глобальная проблема на данный момент в стенд оф 2. Недавно, моему другу Кошаку в комментариях написали, ха-ха-ха, я буду читерить, меня не забанят стенд оф 2 помойка. Кошак, в принципе, ответил адекватно и понятно. В таком случае, теме можно назвать мусором. Ведь ту помойку создаешь ты. То есть, Кошак имел в виду то, что этот человек сам читерит, делает из стенд офа помойку своими читами, которые он использует в катках, и называет стенд оф 2 помойкой. Мне кажется, у этого человека, Нормана, в жизни все так же самое, как и в стенд офе. Он, наверное, какает под себя, а потом говорит, фу, что, кто тут насрал, почему так воняет? Ну, у меня просто других предположений нету, но я думаю, у него, прям вот, надеюсь, у него так в жизни. Вы меня сейчас спросите, а что же ты хотел показать своей первой картинкой? Так вот, посмотрите, этот человек, ютубер, снимает читы. Я замазал его название канала и название видео, чтобы вы его не искали. Я не хочу рекламировать на своем канале читы. Я никогда не рекламировал и не буду рекламировать читы, потому что это запрещено. Во-первых, во-вторых, у меня есть совесть. В-третьих, я не хочу стенд оф 2 превращать в помойку этими же читами. Но мое внимание упало на нижний комментарий. Я подписан и лайкосик. Желаю тебе больше, чем у всех ютуберов-подписчиков. Честно, мне стало очень сильно обидно, что у такого человека, который снимает читы, есть фанаты. У меня в голове нарисовалась интересная картина. Лежит себе бомж, пьет водку. Подходит к нему мальчик, какой-то, не знаю, фанат бомжа и говорит, на тебе водочки, пей побольше и будь здоровее. Не, ну ребят, это уже приходит все границы. В ютубе есть фанаты читов. Это же просто жесть. Взрыв мозга. Когда я увидел этот комментарий, реально, у меня почему-то обидные ощущения, мне даже как будто слезы наворачиваются. Я не знаю, как это объяснить, но это очень странно. Вот, напишите, пожалуйста, свои ощущения от этого комментария. Самые какие-то адекватные расписанные комментарии. Чем длиннее комментарий, тем лучше. Я буду читать и буду лайкать самые адекватные. И там, где вы выскажете свое реальное мнение. Потому что мне интересно. Я сижу иногда, читаю такие тупые комментарии, просто не понимаю, зачем вы их пишете. Но когда напишут что-то годное, я всегда лайкну, посмотрю, почитаю и задумаюсь. И, кстати, этот видос я заснял, потому что мне посоветовал подписчик в комментариях. Поэтому задумайтесь, что вы пишете мне в комментариях. Возможно, ваша идея будет в моем следующем видео. Третья проблема, глобальная проблема, это скамеры. Обманщики. Нужно с этим бороться. Я надеюсь, в 0.16.0 разработчики что-то придумывают. Не знаю, какие-то запрещенные слова в стенд-оффе, чтобы они блокировались, когда пишут в ЛС. Я не знаю, ребят. Серьезно. Потому что в стенд-оффе на данный момент миллионы скамеров. Просто куча. Куда ни зайди, везде тебе напишут какие-то разработчики. Привет, я разработчик. Господи, как же я ненавижу этих неадекватных людей. Почему у них нет совести? Они просто обманывают людей. Просто так заходят и обманывают. И им за это ничего даже не делают. Они просто так зарабатывают голду с воздуха. Кто-то из вас подумает, что это крутой способ. Но нет. Вы обманываете человека. И, возможно, вам это вернется бумерангом. Мы же не знаем законы природы. Возможно, это реально все вернется. Вы делаете плохо, вам будет плохо. Может, сначала у вас все хорошо пока, что вам круто. У вас хорошее настроение. Вы получили голду, заработали. А через год, например, у вас умрет кот. Сбила машина. И вы уже задумаетесь. Может, не просто так его сбила машина. Потому что вы были мерзким человеком. И портили другим людям настроение. И ворвали у них голду. Чужое имущество. Если что, про кота было к примеру. Просто я заметил, закономерность в жизни. Когда ты делаешь кому-то плохо, тебе возвращается в 10 раз хуже. Поэтому, ребята, хватит, пожалуйста, обманывать. И, пожалуйста, не ведитесь на скам. Так что, я надеюсь, что разработчики в 0.16.0 добавят хоть что-то, что изменит эту ситуацию. Я не знаю, каким образом они это сделают. Но у меня есть одна идея. Сделать так, чтобы в стенд-оффе, когда человек вам пишет Я-разработчик, когда он только напишет эту фразу, его сообщение удаляется. Ну, то есть, нужно что-то подобное придумать, чтобы просто скамеры не могли вам писать. Или сразу блокируются. Ну, короче, нужно что-то классное придумать. У меня просто идей нет.